МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 24 июля, вторник. Думская ТВ работает в прямом эфире. О главных новостях к этому часу расскажут наши корреспонденты. В студии Ксения Терзи. Здравствуйте. Флаг реликвия. В столичном музее выставили национальный символ, который был поднят 24 июля 1990 года над зданием Киевского горсовета. Это произошло за год до провозглашения независимости Украины. В тот день на улицы столицы вышли несколько сотен тысяч человек. Чиновники тех лет поделились своими воспоминаниями о поднятии сине-желтого флага. Говорят, 28 лет назад состоялась очень масштабная акция. Это был сознательный и рискованный поступок к независимости Украины в советское время. А также мы не знали, насколько нас может поднимать громадские из Киева. Хотя были уверены, что большинство этих людей не поднимает наши решения. Трагедия Виктории. За расследование взялись специалисты независимого института судебных экспертиз. Они уже работают в Одессе около месяца. Для расследования причин трагедии их привлек отец погибшей девочки Сони, Алексей Мазур. По его словам, до сих пор следствие не установило ни причину пожара, ни нарушений при строительстве. Отмечу, эксперты проведут строительную, пожарно-техническую и электротехническую экспертизы. На это у них есть постановление суда. Добавлю, сегодня в Киевском суде должны были рассматривать дело директора детского лагеря Петра Сассаркисяна. Однако заседание перенесли из-за неявки защитников подозреваемого. Взятка. Сотрудники СБУ задержали трех врачей Центра медико-социальной экспертизы. На рабочих местах членов комиссии было найдено полторы тысячи долларов и 15 тысяч гривен. Фактически, это выручка за один день. Под прицелом Суворовский филиал на улице Черноморского казачества, 40. Там проходили обыски. Как утверждают правоохранители, медработники систематически вымогали взятки у людей с ограниченными способностями за получение инвалидности. Суммы варьировались от 400 до 600 долларов за справку. В зависимости от степени заболевания. По данным СБУ, поборы брали и в других филиалах Центра. И еще один коррупционный скандал в Одесской музыкальной академии. Жена ректора, заведующая лабораторией концертной практики Татьяна Олейникова, сокол скрывается на больничном. А декана выпустили под залог. По информации Думской, Валентина Мусиенко-Рибская выплатила полтора миллиона гривен и вновь выходит на работу. Напомню, декана и зав. лаборатории задержали на взятке 18 июля. По данным следствия, женщины вымогали у трех абитуриентов 5000 долларов за поступление. Кроме того, в кабинете изъяли еще четыре конверта с круглой суммой. Дело о нападении на полицейских. Двое пострадавших, три подозреваемых. В Приморском суде прошло подготовительное заседание. Речь об инциденте, произошедшем в феврале на ЖД вокзале. Тогда футбольные фанаты напали на правоохранителей. Пострадал патрульный, обезвредивший сталиниста Дорошенко. Напарники заметили мужчин, которые курили в неположенном месте. Они сделали им замечание, но в ответ нарушители начали угрожать патрульным и набросились на них с кулаками. В итоге стражи порядка получили телесное повреждение средней тяжести. Один из них, Роман Даниленко, продолжает лечение и находится на больничном. Люди перебрали на футболе и решили, что им можно все бить, крушить, все подряд, ломать. Я получил перелом в коленной чашечке. У меня сложные разрывы обоих менисков, у меня разрыв передней крестообразной связки. На сегодняшний день я уже положил порядка 100 тысяч в эту ногу. Нас сразу отправили в городскую военную поликлинику. Там сделали соответствующий рентген и прочее. Там наложили шоу мне на голову и, в принципе, положили на стационар. Его травма предполагает длительное лечение. Мое уже, так сказать, закончилось. Но, как сказал один умный человек, голова дело темное. Так что за счет далеко идущих последствий я уже не могу говорить. Там время покажется. По словам пострадавших, злоумышленников было около двух десятков. Однако задержать удалось только троих. Им вменяет насилие в отношении работника правоохранительных органов. Если вину докажут, им грозит до пяти лет лишения или ограничения свободы. Напомню, в минувшую субботу еще двое полицейских были травмированы в потасовке перед началом матча за суперкубок. Фанаты черноморца, который, к слову, не участвовал в матче, пытались атаковать болельщиков Киевского Динамо, говорят в полиции. 14 человек задержаны и доставлены в райотдел. Семеро из них привлечены к админответственности за мелкое хулиганство. Мэрия разрешит временный переезд от телецентра на артиллерийскую, пока на Сегетской меняют трубы. Автомобильное движение на участке фонтанской дороги от 2 до 4 станции реорганизуют. Дорогу сделают двухсторонние. Специалисты департамента и КП СМЭП уже разрабатывают временную схему движения на этом участке. Напомню, Сегетскую перекрыли до конца лета в связи с перекладкой участка теплотрассы от Армейской до проспекта Гагарина. Заботы о детях. В муниципалитете подписали меморандум о взаимодействии горсовета с ЮНИСЕФ. Согласно документу, город должен выполнить ряд условий, чтобы получить статус «громада дружественная к детям и молодежи». После этого мэрия получит дополнительные средства из госбюджета на детские мероприятия. Отмечу, Одесса является одним из первых городов, подписавших соответствующий документ. Это восстановленная программа, очень важная для ЮНИСЕФ. Ее задача – улучшение условий жизни для детей и молодежи на местном уровне. Еще одна цель – помочь детям осознать свои права. Это все новости на данный момент. Оставайтесь на Думской ТВ, будет интересно. До свидания. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok